Приветствую подписчиков и зрителей моего канала. Одесса, 16 октября. В Одессе уже ровно час длится воздушная тревога. Началась она в 12.27. На данный момент очень много информации о том, что над Украиной летят ракеты и дроны Камикадзе. Буквально несколько минут назад появилась информация о пролете ракеты над Полтавской областью в сторону Черкасской. И вот буквально сейчас в режиме реального времени сообщают о том, что цель была сбита нашей авиацией. Но данная информация требует уточнений. Значит, также, что известно на данный момент, хотел бы вам сообщить. Воздушные объекты замечены над Кременчугским районом Полтавской области. Об этом сообщает мэр Кременчуга. В Кировоградской области предварительно работает ПВО. Глава области отметил, что небо очень тревожное. Враг запускает ракеты по всей Украине. Также некоторые паблики сообщают о взрывах в Запорожье. Сообщалось о пролете ракет в сторону Киева. В городе слышат взрывы. Есть информация от главы областной военной администрации Алексея Кулеба о том, что в Киевской области сработало ПВО. В небе Киевской области также летает наша авиация. В Хмельницкой области замечены дроны Камикадзе по направлению на Западную Украину. Глава областной военной администрации Ивана Франковской области предупреждает о огромной угрозе новых ракетных ударов по области. Короче говоря, очень много информации. И, судя по всему, это очередной массированный ракетный удар по территории нашей страны. Значит, что еще известно? Известно то, что... С Каспийского моря вроде бы как были пуски стратегическими бомбардировщиками ракетами Х-101. Вот. И также зафиксирован взлет МиГ-31 из Российской Федерации с ракетами типа Кинжал. Но, что касается Кинжала, наверное, данная информация не соответствует действительности. Почему? Потому что, если бы Кинжал выпустили, то данная ракета не сбивается. Она бы уже куда-то прилетела на гиперзвуковая. Уже где-то бы сообщали о прилете. Вот. А, скорее всего, были все-таки пуски стратегическими бомбардировщиками с района Каспийского моря. Короче, вот такая, друзья, обстановка. Обновляется. Я, как только появится какая-то информация, сразу буду сообщать. Не забывайте подписываться. До встречи. Всем пока.